Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас вторая серия передачи про древности. А древности такие. Это 12-13 век, крестовые походы и всяческая прочая романтика. И ее комментирует у нас наш гость, которого мы уже слышали неделю назад. И я надеюсь, еще услышим. Это Денис Хрусталев. Автор книги «Северная крестоносца. Русь. Борьбе за сферу влияния в Прибалтике». И он у нас на связи через Zoom из Санкт-Петербурга. Историк, кандидат исторических наук. И, можно так сказать, исследователь средневековья. Медиевист, как это теперь называют. Добрый день, Денис. Здравствуйте. Мы в прошлый раз с вами начали говорить о том, что история Руси, Германии, Прибалтики тесно связана различными событиями. И упомянули о том, что одним из самых сохранившихся лучше всего источников по этой эпохе для Прибалтики является хроника Генриха Ладвийского. Так это было названо при публикации. И вот сегодня я хотела бы у вас спросить, при каких условиях, при каких обстоятельствах родился этот документ, кто был его предполагаемым автором, и почему этот документ столь важен для историков при изучении истории XII-XIII веков? Для истории Прибалтики это важнейший документ. Это основополагающий документ, чье значение связано не только с тем, что он отражает взгляд современника. Совершенно ясно, что этот источник написан до смерти первого рижского епископа Альберта. То есть это до 1929 года. Скорее всего, он датируется 1226 годом. Ориентировочно по объему сведений. И он принадлежит современнику событий, очевидцу многих событий, очевидцу штурма Дербта 1224 года и многих других. И даже те события, которые он описывает конца XII века, они принадлежат к рассказам свидетелей. Он, очевидно, общался с непосредственными участниками произошедшего. Он приводит личные имена первых крестившихся Ливов, первых участников каких-то взаимоотношений между Ливами, немцами, русскими. Это первостепенные важности источника, чья пунктуальность и добросовестность многократно доказаны историками. Это очень внимательный автор, который составил хронику. Под своим углом он ее составлял, понятно, интересно. Тем не менее, в общем, у нас ничего более такого настоящего сопоставимого из нарратива у нас не сохранялось. Сохранились некие документы, папские переписка, буллы. Ну, это, в общем, уже из разряда официального. А в данном случае это памятник прославляющей успехи немецких миссионеров при Балтике. Выдающийся источник, совершенно хорошо, очень хорошо написанный, очень внимательно написанный и с очень ясными и показательными для своего времени акцентами. Мне кажется, вот если его читать, то, в общем, все становится на свои места. И он вполне читабелен. Да, автора мы не знаем. Мы даже не знаем, как он назывался. Первые издатели назвали его «Хроника Ливонии». Хотя, может быть, это было же там «Хроника» или «Житие Рижской церкви», или «Хроника епископа Альберта». Мы не знаем, у рукописи нет названия. Нет и автора. Это большая, многовековая дискуссия, которая привела к тому, что исследователи сошлись во мнении, что, скорее всего, автором был некий Генрих, который несколько раз упоминается в самой «Хронике». И он был священником из Ливонской, одной из Ливонских областей. Не вполне понятно там вопрос акцента, то есть, насколько это был... Был ли это вообще немец? Или это был местный житель? И был ли это вообще Генрих? В общем, тут однозначного вывода нет. Есть группа исследователей, которые считают, что речь идет про Лива, что это латыш, который крестился и записал вот это сочинение. С другой стороны, неоднократно он в своей «Хронике» говорит «мы» в отношении именно к немецким священникам. И противопоставляет себя «мы» местному населению. То есть, может быть, это и немец, а может быть, он таким образом просто себя ассоциировал с христианами, противопоставляя местным жителям. В общем, это, скорее, условность. Генрих Латвийский, так его называют. Или «Хроника Генриха». В латинском написании обычно это просто «Ливонская хроника Генриха». Последнее издание латышское под редакцией Мугуревича тоже называлось, по-моему, «Хроника Генриха». И немцы называют «Генрих Летланд». Вон Летланд из «Ливонский». Ну, вот как-то так. Русский перевод, который вышел полный, единственный полный русский перевод, он был произведен, он вышел в 1938 году, автор «Анненский». И он довольно литературизованный. Его попытались отредактировать в некоторых частях в издании 2002 года Матузова и Назарова. Но там только фрагменты. То есть оригинального, полновесного и качественного перевода на русский, к сожалению, не существует. Он, в общем, вот, это до сих пор некая комбинация. То есть он написан был изначально на латыни? Да, конечно. Это памятники, ну, в то время никто не писал на других языках. Это латыни, международный язык был. Линго франка, как сейчас английский. Да, понятно. Хорошо. И вопрос тогда по поводу времени написания. Почему именно вот этот год, 1926-й, выбран как точка отсчета? На каком основании, по событиям, которые описаны, сделан такой вывод? Да, да, конечно. Просто события обрываются. Есть мнение, что если бы он знал о смерти епископа Альберта, он бы об этом написал. А он об этом не пишет. Альберты датируются хорошо 1929 годом. Ну, и там есть несколько событий, про которых, казалось бы, он должен был сказать. Там визиты папского легата и прочее. То есть некие известия, которые, по мнению исследователей, обязательно должны были быть отражены в летописи, вот в этой хронике. А их там нет. Соответственно, это укладывается примерно на 1926 год. Это очень условная цифра. Может быть, 1928-й, может быть, он не знал. Но вот считается, что до смерти епископа Альберта однозначно. Потому что это герой хроники, это один из положительных героев, чью деятельность он подробно описывает. В некоторых случаях цитирует. В некоторых случаях он присутствует, явно очевидец. Он говорит от первого лица, что и я там был. И не зафиксировать смерть епископа Альберта было бы странно. Мне приходилось читать где-то в источниках, что именно к визиту папского легата и было написано это сочинение. То есть как бы отчет о проделанной работе или что-то в этом духе. Вполне возможно. Был назначен в это время замечательный элегант Вильгельмоденский. Это близкий сподвижник папы Григория. И в дальнейшем очень активный деятель в Привалтийском регионе. И вполне возможно для него, для того, чтобы он вошел в курс дела, было подготовлено такое сочинение. Это гипотеза. У нас нет никаких обоснований. Ясно, что когда мы часто ссылаемся на авторитет папского престола в это время, мы должны понимать, что это институция, расположенная на многих тысячах километрах от Прибалтики. И специалистов и знатоков событий, которые происходили в это время в далекой Легонии, это дикая местность, имеющая очень сложные коммуникации, связи не то что с Римом, а из Прибалтики. Поэтому на условное время ничего не знали. Что им рассказывал папский легат или отчетка епископа, они о том, в то и верили. Не было возможности перепроверить источник или получить какую-то дополнительную информацию. Поток этот информационный был очень ограничен. Вполне возможно, что вот эта хроника была призвана улучшить, усилить этот поток. Ну, в общем, это единственный аргумент. У нас нет документов из папского архива, подтверждающих, что этот документ как-то попал в Рим или в папскому легату. Это просто объяснение. Зачем некий священник начал писать хронику событий прославления этого периода в становлении Ливонской церкви? То есть, фактически, этот труд охватывает примерно 35 лет с 1186 года и до 1226-18 условий. Да, именно так. А есть какие-то соприкосновения вот с этой хроникой, например, в русских летописях, хотя бы в каких-то событиях? Да, более того, это хроника, которая позволяет некоторые события в Прибалтийской истории датировать и то, и с другой стороной. Некоторые известия позволяют взглянуть на события, что называется, с двух сторон. И хроника Ливонии, она является уникальным источником, который, например, позволяет усомниться в датировке битвы на Калке. То есть, она сообщает о нашествии, о первых столкновениях русских с монголами. Это очень информированный вообще автор был. Он сидел у себя где-то там на Балгане и вполне себе рассказывал о событиях, которые произошли в монгольской степи, о битве половцев и русских с монголами, о последствиях, кто погиб. Он, в общем, очень интересовался всем произошедшим. Но датирует события на год позже, чем обычно принято. И тут есть некоторые сомнения в том, что обычно он очень хорошо все датирует, кроме битвы на Калке. Вот с битвой на Калке не все хорошо у него. Это замечательный, информированный интеллектуал для своего времени. Он собирал свои материалы, видимо, давно, производил некие записи, беседовал с участниками произошедшего. И все это фиксировал, да, с очевидцами, очевидно. И все это очень-очень кропотливо записывал. Чаще всего у нас нет возможности уличить его в, ну, даже намеки на фальсификацию чего-то. Даже какой-то вот подлог. Он очень искренний, совершенно искренний такой вот фиксатор событий произошедшего. В первой программе мы начали рассказывать историю появления крестоносцев в Прибалтике со святого Мейдарда, который был первым крестителем с западной стороны местных племен. И он был именно миссионером, святым человеком, который опирался на силу своего слова, а не на силу оружия. И именно его называют первым епископом местных племен. Вот, он построил первую крепость каменную с помощью каменщиков из острова Готвальд в Икскюле. Теперь это Икскюле поселок называется. И остатки этого замка сейчас затоплены Рижским водохранилищем. Иногда появляются, когда малая вода, они появляются больше на поверхности. И даже можно вокруг этого старого укрепления обойти по суше, когда воды мало. А сейчас мы бы хотели, может быть, познакомить слушателей именно с творчеством этого нашего Генриха Латвейского, хроники Ливонии, и предоставить слово ему самому. Когда вышеупомянутый епископ убедился в упорстве Ливов и в том, что дело его рушится, он, собрав священников и братьев, сообщил о решении вернуться назад и направился к купеческим кораблям, которые готовились к Пасхе отправиться на Готланд. Тут коварные Ливы, со страхом предвидя, что потом придет христианское войско, стали хитростью, слезами и многими другими способами лицемерно удерживать епископа. Они говорили, «Зачем ты покидаешь нас, Отец? На кого ты оставляешь нас брошенными? Разве может пастырь уйти, когда овцам его грозит опасность от волчьих зубов?» И вновь все Ливы обещали принять христианство. Бесхитростный он поверил всем их словам и, по совету купцов, надеясь к тому же на прибытие войска, вернулся с Ливами назад. Когда епископ по отплытию купцов возвращался назад, жители Гольма встречали его приветствием в духе Иуды, говорили «Здравствуй, раби!» и спрашивали, почем соль и шерсть на Готланде. В огорчении он не мог удержаться от слез и отправился в Екисколу в свой дом. Он назначил день, когда собрать народ, чтобы напомнить об обещании принять крещение. Но Ливы в назначенный день не пришли и обещания не исполнили. Тогда, посоветовавшись со своими, он решил отправиться в Эстонию, чтобы вместе с зазимовавшими там купцами вернуться на Готланд. Между тем Ливы готовили ему гибель во время этого путешествия. Но Анно из Торайды предупредил его об этом и убедил вернуться. И так, после многих колебаний, епископ вернулся в Икисколу, не имея возможности покинуть страну. Поэтому он тайно отправил господину папе своего посла, брата Теодориха из Торайды, чтобы получить от него совет. Видя, что ему иначе не выбраться из страны, благочестивой хитростью избежал он козней Ливов. Он ехал верхом, надев столу, держа книгу и святую воду, как будто для посещения больного. И таким образом сумел ускользнуть, выбрался из страны и прибыл к верховному первосвященнику. Понтифик, услышав о числе крещенных, решил, что их не надо покидать, а принудить к сохранению веры, если они добровольно обещали принять ее. Итак, в этом фрагменте мы узнаем о том, как Мейнард пытался уехать с места своей миссии на Готланд, и как он, ну как бы, вел переговоры с Ливами. Ливы из этого фрагмента, конечно, предстают очень коварными людьми, и надо сказать, что они долго сопротивлялись попыткам католического воинства обратить их к истинной вере, потому что всякий раз, принимая крещение, они потом собирались опять в свои мани, купались в Даугове для того, чтобы смыть с себя это крещение, и, в общем, всячески от него, ну, опять открещивались. Вот как эти люди все-таки были обращены в христианство? Ну, сыграло ли тут роль предательство вот этого вождя Каупа, которого считают основателем, ну, не династии, а рода Ливанов-Княжеского, или все-таки против этой христианской идеи не было, так сказать, альтернативы никакой не существовало ей? Ну, Денис. Да-да-да. Что нужно сказать здесь? Мне кажется довольно существенным во всем этом тексте постоянные акценты, которые Генрих выдает подсознательно. Он не собирается навредить репутации своей церкви. Для него это естественно. Он говорит о том, что коварные Ливы предвидя, что придет христианское войско. Говорит Мейнард ростаться. Да, что Мейнард говорит о том, что купцов, он направляется к купцам, которые надеясь на то, что прибудет опять же войско. И считает, что ему обещают привезти войско. И речь идет о том, что понтифик согласовывает принуждение к сохранению веры. Это термины, использованные самим священником. Для него это в порядке вещей. Он не видит здесь какого-то недоразумения. Мне кажется, такой текст сейчас ни один священник католически прочитать просто написать не сможет. Его уличат в подвохе. Ну, посмотри, друг, ты же пишешь о том, что изначально речь идет о войне. О принуждении к сохранению веры. Вы знаете, какая насколько лицемерная фраза. Он рекомендует принудить к сохранению веры, если они добровольно обещали принять ее. Мне кажется, совершенно выдающаяся фраза. Она просто должна блистать где-то в каком-то источнике. То есть, и это пишет человек, который не скрывает своих симпатий. Он искренне верующий, он считает, он исполняет миссию, он отчитывается о своей деятельности. Он не собирается кого-то дискредитировать, вообще в мыслях этого не держит. Наоборот, он совершенно откровен. Это все, в общем-то, между строк читается, что вопрос привлечения военной силы стоял изначально. И для него это норма, и он видит ничего иного, иной формы взаимодействия. Вот, мне кажется, в этом тексте, в этом месте это особенно заметно. И это как раз то, что нужно заметить. С другой стороны, да, я хотел... То есть, мы пропустили начало хроники. Оно, может быть, показалось не очень существенным. Но мне кажется, что здесь очень важна сама первая фраза. Вот, буквально, сама хроника начинается с такого текста. Божественное провидение, помнящие о Рабе и Вавилоне. То есть, о заблуждении язычников. Вот, каким образом, в наше нынешнее время огнем любви своей пробудило от греховного слава в идолопоклонстве идолопоклонников ливов. И он здесь ссылается на 86-й псалом. Вот, речь про Рабе и Вавилоне. Это 4-й стих 86-го псалма. Ну, нумерация у меня из православной Библии. Наверное, в католической она там другая нумерация, там на единицу где-то смещена. Я позволю прочитать, я не знаю, есть ли такое у нас. Да, 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 пожалуйста. Основание его на горах святых, речь про Иерусалим. Любит Господь врата Сиона более всех селений Яковлевых. Славу возвещаем о тебе, град Божий. Помянув Рааф и Вавилон, ведающие на меня, и те или наплеменники, и тиры, и люди эфиопские, все были там. Ну, тут такой, казалось бы, витиеватый текст, который для нас сейчас требует комментариев. И комментарии были. Более того, все отцы церкви отметились этими комментариями. Я для себя выписал специальный комментарий Афанасия Великого. Это отец церкви 4-го века. Этот комментарий был известен и современникам, и Генриху Латвийскому, очевидно. И мы здесь не погрешим против истины, если используем этот текст как то зеркало, в которое он смотрел. Речь идет о том, что, я цитирую, что значит «помяну Рааф и Вавилон». «Добрую, — говорит, — сохраню память о тех, которые обращаются ко мне, хотя прежде, без меры, предавались сластолюбию и служили идолам». Это дает понять посолмопевец, упоминая Рааф и Вавилон. Для акцентов Генриха Латвийского здесь нужно понять, что он излагает историю Ливонии как историю Нового Иерусалима, как строительство новой области христианской церкви. Именно так он хочет преподнести свою деятельность. Это те самые идолопоклонники, которых сейчас скрестили, и они стали теми основателями большой и славной семьи христианских народов, столицей которой был Иерусалим, и в данном случае это будет та же самая Ливония. И в этом, собственно, весь смысл всего дальнейшего изложения. Вот так строился Иерусалим. Наш Ливонский Иерусалим. Ливонский Ливонский Иерусалим, да. В этом фрагменте мы еще сталкиваемся с одним персонажем, таким интересным человеком, Теодорихом Эсторойды. Это монах, который, очевидно, сотрудничал или прибыл до Мейнарда, или после него, или как-то они совместно прибыли для миссионерской деятельности. И он был вполне лихой такой человек. Вот что о нем историкам известно? Этот не просто монах, который, оказывается, связан с деятельностью Мейнарда, готов предположить, что это, собственно, тот информатор, который предоставлял сведения Генриху Латвийскому. В дальнейшем это первокреститель Эстонии, это первоэстонский епископ. Это деятель, с которым связано становление Ордена Меченосцев. Это один из идеологов в целом строительства Прибалтийской, Ливонской церкви того времени. Это во всех смыслах выдающийся деятель, про происхождение которого нам остается гадать. Потому что сама формула Теодориха Эсторойды, мы не знаем и время кричит. То есть он уже появляется сразу Теодорихом Эсторойды, хотя мы еще не знаем о том, что в Торейде появились первые христиане. Это некая здесь хронологическая какая-то лакуна образуется. И это явно просто постфактум уже описывается некий выдающийся деятель Ливонской церкви. Ну то есть известно о том, как Мейнард построил свою крепость на Икисколе. Есть известие, упоминается здесь Гольм. Это нынешний город Саласпилс. И там была эта крепость тоже одна из... Скорее всего, это остров рядом. Ну да, остров, да, на острове. Ну, по крайней мере, он так уже в современных источниках называется, там как Саласпилский замок или как-то так примерно называется. Гольм — это немецкое, очевидно, название, и оно уже у нас мало используется. Вот. И получается, что Икискола появилась первая, а Гольм построился вслед за ней. Да, первая церковь в Ишкеле. И рядом дальше появились они. Это вот в первой части у нас как раз говорится, что этот остров, Гольм... Я, кстати, не уверен, что это немецкое слово. Это вполне может быть какие-то славянские корни, потому что это холм. Это термин, который используется в том числе и местными жителями, и он не обязательно немецкого происхождения. Мы не знаем. Насколько известно по дальнейшему описанию, речь про остров, то есть это некое укрепление, которое расположено на холме, на острове. Насколько оно там сопоставимо с Саласпилсом, ну и мне сейчас уже, я не могу сказать. Ну, это была крепость, которая фактически контролировала движение судов по Даугаве. Да, да, конечно. И в этом ее была такая первая таможня, наверное, можно сказать. Именно конечно. Это не на полиции занимало на Даугаве. Ключевую абсолютно. И контроль за Гольмом, это было, в общем, определяющее для судоходства позицию. Впрочем, Даугаву в данном случае, там дальше были поселения, которые тоже примерно, Ишкели тоже укрепление, которое позволяет контролировать Даугаву. В общем, это речка, которая у вас полностью просматривается. Там нет возможности уйти в какие-то камыши или каким-то вторым руслом уйти куда-то по этому. Но если ты плывешь по реке, значит тебя видно. Плавали днем, соответственно, это заметная и контролируемая территория. То есть есть, знаете, там низовие Волги, где там десяток русел, и все это заросшее камышами, где, в общем, контролировать довольно сложно. Потому что это такое... Можно пробраться незамеченным, и нужно какую-то позицию занять, которая должна вот это все наблюдать. В данном случае на Даугаве таких укреплений можно было построить несколько. Да. Хорошо. И сейчас я еще хотела бы вас попросить прокомментировать вот этот крестоносный аспект. То есть мы знаем, что после того, как Мейнард умер, прибыл на его место, так сказать, преемник, вот, и его как раз ливы приняли очень враждебно, и он вернулся к папе для того, чтобы получить от него, ну, как бы разрешение на крестовый поход. И у нас есть, как бы, довольно хорошее представление о том, что такое были крестовые походы, допустим, в Палестину, европейских там рыцарей. Вот. Но об этих крестовых походах, которые происходили на северные территории, у нас представление, может быть, послабее. То есть они не были такими массовыми. Почему различают, например, ливонский крестовый поход и северные крестовые походы, которые шли там на Финляндию, теперешнюю на Швецию там и так далее. Какова была вообще, ну, сверхзадача этих крестовых походов? Почему с именем, там, со знаменем креста на плаще было, возможно, больше, чем без него? Ну, вот текст, который мы привели, он, собственно, к этому подводит. О том, что был отправлен брат Теодорих, он добрался до понтифика, и понтифик рекомендовал принудить к сохранению веры, если они добровольно обещали принять его. Вот чтение текста оборвалось буквально на последней фразе. Последняя фраза звучит так. «Поэтому он даровал полное отпущение грехов всем тем, кто, приняв крест, пойдет, чтобы восстановить первую церковь в Ливонии». Отпущение грехов тем, кто пойдет восстанавливать церковь, это, собственно, призыв, то есть, один из основных идентификаторов крестового похода. Генрих настаивает, что призыв к первому крестовому походу был транслирован через Теодориха самим Мейнардом. Хотя дальше, в общем, он пытается стушевать это направление, но тем не менее, он прямо указывает, что Мейнард тоже хотел призвать к вооруженному крещению. Насколько это достоверно, нам сложно судить. Скорее всего, он основывался на сообщении самого Теодориха. А дальше история, ну, тут текст, в моем понимании, совершенно потрясающий, потому что новый епископ требует, новый епископ Бертольф требует для своей безопасности в залог своей безопасности сыновей местных Ливов, и только после этого решается на некое перемирие. Потом он нарушает это перемирие после того, как узнал, что Ливы стали выгонять его воинов, которые отправились в русском, это очень есть выразительный, это такой, выдается как фуражировка, но на самом деле это просто продовольственные отряды, которые распространялись по областям соседним и занимались откровенным грабежом. И вот после того, как некоторые из этих отрядов были Ливами нейтрализованы, неизвестно как, может быть, просто отогнаны, Бертольф не выдержал и отправился уже воевать. Вся ситуация вокруг крестового похода выглядит как какие-то инициативы мало обоснованные и слабо мотивированные вот этих священнослужителей, которым внезапно в руки попало такой инструмент. Это вот в части того чтения, той части Ливонской хроники, про которую я говорю. Соответственно, вот и результатом этого боестолкновения, в ходе которого, это первое боестолкновение в районе Риги, 1198 годом, оно датируется летом, в ходе которого сам Бертольф погиб, его тело было изрублено, но вот именно после этого начался процесс крещения Ливов. И многие из них, 50 человек на Гольме, 100 человек в Лышкеле, они крестились и заявили, что они крестьяне. Хотя потом быстро отказались от этой инициативы. Видимо, это была тоже какая-то ловка. Но в данном случае мы видим сами механизмы принятия решений, за которыми стоят вот эти громкие призывы, которые санкционированы в том числе Папой Римским. Для XIII века это уже вполне себе инструмент объявления крестового похода в защиту церкви. Собственно, это изначально был такой призыв. Предполагалось, что есть некие злые силы, которые наследие Христова, град Иерусалима, храм гроба Господня присвоили себе, а христиане должны немедленно это вернуть, ибо и только так свершится судьба времен и наступит конец света при новое пришествие. В данном случае акценты примерно те же, потому что, как я сказал, начинается с того, что речь идет о строительстве Нового Иерусалима. Это Ливонская церковь, это как Новый Иерусалим, который строится на землях язычников, бывших идолопоклонников. И вот эта вооруженная сила, она призвана ее восстановить, укрепить, ибо вот это семя было посеяно святым Мейнардом, была основана первая церковь Ливонии, и потом вот эти язычники, понятное искушением дьявольским, были возвращены обратно к его поклонству, и мы должны вырвать это с корнем, прийти и насадить свою человеколюбивую религию вот таким образом. В данном случае этот сюжет ничем сильно не отличается от сюжетов с первыми походами короля Эрика или Ярла Бюргера в Финляндию. В общем, история примерно та же самая. Другое дело, что мы не располагаем подобными источниками для событий в Швеции и Финляндии вообще вплоть до конца XIII века. То есть события в Ливонии, конечно, гораздо лучше документированы. Сам первый поход, первый крестовый шведский крестовый поход, он считается полулегендарным и датируется по житию короля Святого Эрика, житию, составленному саму где-то уже к XIV веку, то есть довольно поздним источником. По поздним припоминаниям у нас есть много сомнений и мало подробностей. Поэтому в данном случае, конечно, выделять здесь можно Ливонию, именно потому, что мы знаем гораздо больше, чем многие другие события такого же характера. Для Балтийского региона. но в целом это явление одного порядка и здесь нет необходимости их отделять. Для XII века такой же в то же время в 1147 году. Аналогичные крестовые походы совершались в земли палапских славян, это современная восточная Германия, город Щецен и Приморская область, Остагрюген, город Щецен. Туда в 1147 году точно так же был объявлен крестовый поход, туда двинулись в том числе чешские рыцари, рыцари из Моравии, которые, ну, там происходила еще более странная ситуация, потому что они пришли к славянам, которые к этому времени уже были крещеными, и они на стенах Щецена вывешивали кресты, показывая крестоносцам, ну, Господи, куда вы идете, мы христиане, зачем вы пришли вообще? И, ну, в данном случае там мирно все разрешилось, но в целом это характеризует само информационное поле, то есть что-то угрожает кому-то из священников, и об этом идет доклад в Рим. В Риме принимают однозначное решение срочно помочь молодой поросли церкви. Это помощь обычно военная. Ну, может быть, есть одно такое существенное отличие там южных лесовых походов и северных, наверное, в их численности. То есть оценили ли историки, какое количество рыцарей пребывало на берега Ливонии вот в этот период? Ну, у нас нет постоянных источников сведений, но это такой большой вопрос, потому что есть те паломники, крестоносцы, крестоносцы в то время не обязательно были военные, это были трудники, те, которые выполняли просто функции по строительству оборонительных сооружений, укреплению Риги или каких-то других замков. Они иногда принимали свой обед на год. Они приплывали, год работали и год возвращались. Не обязательно носили оружие, не обязательно участвовали в войнах с язычниками. В целом это считалось не функцией для того, чтобы совершить крестовый поход, должен был быть некий аргумент, аргумент угрозы церкви. Церковь сама по себе отвергала ситуацию, когда ты насильно кого-то крестишь. Предполагалось, что люди крестились добровольно, но потом некие обстоятельства или искушения дьявольские заставили их вернуться к идолопоклонству. И крестоносцы воевали не с теми людьми, которые в принципе не хотят креститься, а с теми, на которых вот это искушение воздействовало. И они боролись с средоносным воздействием неких темных сил, которые разрушали церковь Христова. Это так вот, я пытаюсь упрощенно разъяснить идеологические посылы. Поэтому они не вторгались в области, например, Литвы, для того, чтобы там быстро всех крестить мечом. Это выглядело немножко иначе, потому что литовцы в общем-то были в этом плане довольно упертые и христианских священников откровенно убивали. При этом они совершали грабительские набеги на вот эти области ливов, зимгалов, куршей, латгалов. Это был отхожий промысел, они так зарабатывали. И походы против Литвы для крестоносцев это были оборонительные действия, не носящие характер некого миссионерства. Это просто защита церкви. Так что в общем-то там были действия совершенно разного плана. Потом кто эти были участники? Ну мы до конца и не знаем общей численности. Наверное сотни людей может быть. Известно, что все воинство ордена меченосцев после событий битвы при Шауле при Сауле сейчас я идентифицирую с городом Шавлей в 1236 году привело просто к гибели самого ордена. То есть собственно все братство меченосцев наверное составляло порядка 50 человек. В случае гибели 47 остальным пришлось собственно расформировать братство или присоединять его к Тевтонскому ордену, что собственно и произошло. Это не говорит о том, что это было как-то этих людей здесь было меньше, чем скажем в Палестине. Вовсе нет. Участники крестового похода первого это тоже в общем-то несколько сотен человек, которые добрались до Иерусалима. И в дальнейшем это не были какие-то многопысячные армии. Это в общем-то очень небольшие группы людей, про которых нам сложно судить в абсолютных величинах. И нужно учитывать, что в это время до Прибалтики гораздо ближе от Германии, чем до Иерусалима. Соответственно, это более привлекательная область, в которой ты можешь выполнить свой обед крестоносца. Если тебе приравнивают, если тебе церковь приравнивает твою миссию в Ригу к твоей миссии в Иерусалима, это было именно так, то для тебя там еще с прагматических соображений удобнее год провести в Риге, чем два года нестись до То есть это своего рода хадж такой был у них в то время. Они выполняли, да, конечно, на них накладывалась эпитимия, и эпитимия могла выглядеть в качестве вот такого крестового похода. То есть в целом крестовые походы оформлялись изначально именно как покаянные действия. И участник крестового похода это тот, который он покаялся в грехах, пришел на исповедь, его на исповеди ему сказали, что ну вот сейчас знаете, ходят там пришел на исповедь в чем-то показать, тебе говорят, вот тебе нужно там две недели поста, или давай-ка ты поработаешь на церковь, вот тут что-то там сделаешь, это будет твоя эпитимия. А тут говорили, вы можете отправиться в крестовый поход, так как вы ничего другого не умеете, кроме как людей убивать, вот вам собственно эпитимия такого характера. Понятно. люди были счастливы, удобно это было. Мы сегодня говорили о хронике Генриха Латвийского, мы говорили сегодня об истории Латвии в древние времена, то есть до 12-13 века, появление здесь первых миссионеров. Я думаю, что мы в следующий раз снова обратимся к хронике Генриха Латвийского, к его прекрасным текстам, и я надеюсь, что они прозвучат более полно, чем, может быть, сегодня они прозвучали, и поговорим о том, как миссия крестового похода проповеди христианства все-таки обратилась в какие-то материальные завоевания для людей, которые в ней участвовали. У нас сегодня на связи через Zoom был историк из Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук и автор книги «Северная крестоносция Денис Кносталев». Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер в студии «Радио Целотарев». И до встречи через неделю. Всего доброго. А меня еще слышно, нет? Я уже не слышно. «Кюлет» позволит вам наслаждаться самыми тонкими нюансами изображения и сделают просмотр любимых фильмов незабываемым. При покупке телевизора Samsung QLED планшет Galaxy Tab S с